Здравствуйте, еще раз представиться. Меня зовут Олег Потов. Я являюсь региональным инженером компании СобирАрк. Для тех, кто не слышал о компании, два слова буквально. Это израильская компания, существует на рынке с 1999 года. Все это время занимается исключительно проблематикой защиты проволегированных учетных записей и проволегированного доступа. В нашем регионе появилось сравнительно недавно, года 4 назад, но мы активно наращиваем сотрудничество. Я вот Собпрома одна из наших замечательных компаний-дистрибьюторов. Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами о целевых атаках. В принципе, хотелось бы построить наше общение вживую. То есть, если у кого-то будут вопросы, я буду рад на них ответить. Не надо ждать конца, потому что, как правило, тогда что-то важное забывается, упущается. Я понимаю, что мы не очень скованы по времени, поэтому мы остановимся, я сделаю пояснение и мы продолжим. Хорошо, давайте начнем. Поговорить я хотел бы на конкретных примерах, не вдаваясь в пространные рассуждения о том, что у атак бывает начало, вторжение, развитие и потом хакер выводит деньги. Я хотел бы остановиться на примере крупной атаки на банковскую систему Российской Федерации в 2014 году. Произошла она для банков достаточно неожиданно, потому что традиционно считалось, что основные интересы хакеров в отношении банков располагаются в сфере дистанционного банковского обслуживания. Хакеры пытаются каким-то образом скомпрометировать аккаунты пользователей, залогиниться под ними, провести какие-то проводки от их имени, вывести деньги с их счетов. Так или иначе, все это крутится вокруг пользователей, и банки это, если и затрагивают, то в малой степени, поскольку небольшие потери для банков не являются критичными. На этом поприще отметилась еще в 2013 году группа Карбонак, это такая славянская группировка киберпреступников, которые активно терроризировали банковскую сферу. Как-то считалось, что в конце 2013 года она была разгромлена, кто-то был посажен, однако ее осколки, товарищи, которые остались и в бизнесе, и которые осталась голова на плечах, они изменили свою тактику и вновь обрушились на банковскую систему. В чем же отличие было, в чему это было такое неожиданное и существенное событие 2014 года для банков России? Тем, что впервые в их практике атака была направлена не на клиентов, не на дистанционное банковское отслуживание, в которое банки, в общем-то, уже традиционно вкладываются, и где дела обстоят, в принципе, неплохо. Возможно, лучше дела обстоят только у компаний, которые занимаются онлайн-играми. Там действительно, в первую очередь, поскольку весь бизнес завязан на платежах и на электронной коммерции, это, наверное, передовики защиты в интернете в этом плане. Но на втором месте уверены стояли банки. Так вот, отличие заключалось в том, что хакеры перенацелили атаку на сами банки, на автоматизированные банковские системы, и это было, в общем-то, неожиданным. Давайте посмотрим более детально, как развивалась атака и что, собственно, неожиданного случилось. Потому что, в общем-то, ну и даже из моего личного общения, когда общаешься с банками, затрагиваешь проблему защиты автоматизированных банковских систем, традиционно как-то бытует мнение, что это очень сложно. То есть у нас вот есть даже свой штат, свои люди, которых мы тренируем несколько месяцев для того, чтобы они работали операторами в этих банковских системах. И там очень много самописанного кода, все очень сильно заточено именно под наш банк. И то, в этом даже если умудрится сломать это, не разберется, и максимум, что может нанести такой урон, это просто вывести из строя. Что у нас будет простой, нам придется восстанавливаться, и эти риски мы знаем, и есть определенные меры по их минимизации. Так вот, в этом раз хакеры действовали по-другому. Как происходило внедрение, первичное заражение? Хакеры не пытались сломать периметр, как традиционно рисуются, торжественно взломать какие-то важные сервера. Нет, все началось очень издалека, из регионального отделения. В каждом региональном отделении был человек, который ответственный за работу с клиентами, который занимается перепиской клиентской, получает документы, отправляет документы. И это нормальная его процедура работы. Так вот, находился такой менеджер в региональном представительстве, к которому отправлялся зараженный файл. Причем зараженный он был не просто, ну, как какое-то средство, которое в интернете можно найти в избытке, которое, в общем-то, ловится антивирусами. А это был в пропрайтере код, специальная таргетированная атака именно для этого банка. Не ловилось известными антивирусами, по крайней мере, эксплуатирующими в тех банках, которые пострадали. А это были, в общем-то, ну, такие гранды, как Семантик, Макафи, Касперский. Приходило заражение от удаленного компьютера. И, в общем-то, с точки зрения банковской безопасности, ничего страшного не произошло. Ну, кто-то там словил вирус на периферии. Такое происходит, ну, если не сотнями, то уж точно десятками за день. И, в общем-то, ничего страшного. Машину снесут, переставят. И никакого здесь инцидента безопасности большого нет. Однако это все оказалось не совсем так. Потому что, несмотря на то, что это был удаленный, да, какой-то отдельно стоящий компьютер, на него периодически заходила служба технической поддержки. Потому что пользователю нужно помочь, нужно ему там, он ярлычок свой потерял, он еще что-то сделал, ему нужно в офисе разобраться, помочь в новом. И так, если для него изменился. Так или иначе, служба технической поддержки залезает периодически на рабочие станции сотрудников и помогает им. А в Windows есть такой нюанс в протоколе NTLM, если кто знаком с технологической стороной вопроса, что на компьютеры, куда заходят при помощи аудификации доменной, остается хэш того аккаунта, пароля того аккаунта, в который мы заходили. В данном случае это был хэш аккаунта службы технической поддержки. Олег, я прошу прощения, что перебиваю. Есть просьба немного усилить звук. У вас есть возможность в настройках? Усилить звук, я сейчас постараюсь, да, это прощение. Вот, отлично, спасибо, я извиняюсь, что перебила. Ничего страшного, а вот так лучше стало? Отлично. Потому что я себя не слышу, конечно. Отлично, хорошо. Да. Продолжим. Итак, заражение арма удаленного сотрудника, компрометация кэша, пароля службы технической поддержки при помощи, в общем-то, несложных утилит, которые можно найти в интернетах. Дальше злоумышленник занимался традиционным распространением атаки. Он сканировал сеть, находил какой-то уже сервер, куда ходила, в том числе, эта служба технической поддержки. Атака переносилась на этот сервер при помощи эксплуатации этого скомпрометированного, по сути дела, аккаунта. Итак, в несколько итераций пользователи, прошу прощения, злоумышленник, получал доступ к тому серверному оборудованию, куда ходила не просто служба технической поддержки, а куда, в том числе, и ходили люди с правами доменного администратора. Ровно по такому же сценарию происходила компрометация этого доменного аккаунта. И дальше, конечно, уже начиналась вакханалия, потому что, имея доменный аккаунт, злоумышленник получал доступ над всем, над доменом, над всеми учетными записями, которые в нем хранятся, мог делать что угодно. И атака переносилась на, собственно, автоматизированную банковскую систему, на АБС. При этом, как бы, до сего момента, опять же, с точки зрения безопасности банка, это все, конечно, печально, это все удручающе, но ничего страшного, потому что нет потерь, нет финансовых прямых убытков. То есть, это, конечно, все может вовлечь к простой, опять же, какие-то затраты операционные, но, тем не менее, вот тех миллиардов, а результатом этой атаки стал миллиард долларов, выведенный из различных банков по совокупности. И, в общем-то, этот инцидент стал причиной закрытия от отзыва лицензии у некоторых банков. Вот с этой трагедией пока что здесь еще не прослеживается. Злоумышленник, получив доступ к этим учетным записям доменам, направлялся к серверам автоматизированных банковских систем. Причем не только к серверам, даже не столько к серверам, они им были не очень интересны, а были интересны рабочие станции этих администраторов. И вот там уже происходила та самая магия. Причем магия не очень сложная, потому что никто не пытался разобраться в ОБС, как то предполагали, собственно, защитники, администраторы безопасности, что вот у нас ОБС, там никто черт ногу сломит, но никто не разберется, как проработку совершить. Никто и не пытался разобраться. Был заброшен вредоносный код, который просто осуществлял видеозапись действий администраторов. И потом, как мартышки, злоумышленники могли просто повторить тот путь, который производил оператор в плане своей повседневной работы. Вот этот этап занимал достаточно длительный промежуток времени, потому что нужно было, во-первых, себя не раскрыть своими попытками. То есть нужно было сначала набрать достоверную, исчерпывающую информацию для того, чтобы совершить проработку, и, собственно, за одну-две попытки уже провести ее. Это занимало где-то порядка 30 дней по тем, собственно, скрывшимся данным, которые были обнародованы. И, собственно, происходило краж денежных средств, то есть вывод вовне, ну а дальше по стандартным схемам, там переводы на различные счета, дробления, вывод через банкоматы. Ну, схема, в общем-то, была достаточно отработанная и всем известная. Но на этом атака, на самом деле, не завершилась. Здесь был еще один такой, не знаю, уж комический или драматический момент. Краж денежных средств из банкоматов. Это не то, что, вот я сейчас написал, что там после перевода из банкомата третьих банков обналичка просто идет. Нет. Это имеется в виду прямая кража денег из, собственно, того банка, который подвергся атаке. Причем, как показало расследование инцидента, на сами банкоматы они никаким образом не были скомпрометированы. У них не была нарушена какая-то целостность ПО, на них не было никаких зловредов и ничего подобного. Однако деньги с них были просто вынуты. Вот камера наружного наблюдения запечатлела следующие просто какие-то мистические шаги. Когда подходит малой парень вечером, уличный банкомат. Парень на плечах сумочка спортивная, большая. Он топчется вокруг банкомата, видимо, убеждаясь в том, что никого рядом нет. Потом набирает смс, отправляет кому-то. Подходит к банкомату, расстегивает сумочку, подставляет к окошку выдачи денег, и банкомат начинает себя опушташать, просто выдавая кассету за кассетой. Как потом оказалось, на банкоматах было установлено программное обеспечение для тестирования этих банкоматов, в том числе, в который включал тестовый прогон кассет. Ну, банкомату без разницы, что у него фантики внутри или деньги. Получив доступ в рамках домена, в том числе и к учетным записям, которые отвечают за управление этим ПО, а он централизованно был в этом банке, собственно, произошла такая вот быстрая обналичка, собственно, вывод тех денег, которые хранились непосредственно в самом банкомате. Таким образом, в общем-то, этот пример наглядно демонстрирует нам простую суть, что когда злоумышленник хочет чего-то достичь, когда это не просто школьник, который там хочет насолить кому-то, и который вооружился бесплатными утилитками, завирусованными в интернете, а когда это целевая атака, когда это серьезная атака, когда пришли конкретно за вами, за вашими активами, за вашими деньгами, то люди будут искать те учетные записи, которые им помогут в реализации их конечного плана. Потому что просто так попасть внутрь сети, что-то сканировать, ну это здорово, наверное, но бессмысленно. Можно попробовать положить внешний сервис какой-то DDoS, если целью является просто помешать на какое-то время функционированию нормальному, ну тоже вариант, но реальная какая-то кража денег или кража информации может быть осуществлена только при помощи пределегированных учетных записей, которые, собственно, над которыми работают определенные сервисы, отвечающие за, собственно, хранение этой информации, либо за финансовые операции. Вне зависимости от того, как, собственно, атака начинается, а вот когда мы говорим о целевых атаках, обычно все начинают рассказывать, что вот это очень сложно, потому что, ну вы понимаете, вот мы вроде как ставили антивирусы, а нас поломали через социальную инженерию. Мы там проводим вкратчивые беседы с нашими сотрудниками, а у нас оказался не пропащенный какой-то веб-сервер, через который вошли злоумышленники. То есть пути начала атаки может быть громадное количество, и защититься от всех от них, ну, наверное, невозможно. Я сейчас не говорил о том, что этого не надо делать. Безусловно, вот все традиционные схемы по защите периметра, там установки систем предотвращения вторжений, там, не знаю, DLP, CM-системы, это все очень важно, здорово и правильно, но когда злоумышленник в этом разберется, то есть шанс, что он пройдет их легко, потому что если злоумышленник нацелен на результат, то он будет искать не просто путь в систему или компрометация учетных записей каких-то пользователей, он будет пытаться найти важные учетные записи, под которыми, например, работают администраторы. А администраторы, как правило, работают под странными очень привилегиями. Они считают, что они безгрешны, и, в общем, они исключают себя из модели нарушителя. И, может быть, это и нормально с точки зрения штатной работы системы, то есть администратор, он доверенное лицо, которое, если захочет, его никто не остановит, он сможет навредить. Но если его учетную запись компрометируют, если он является инсайдером по неволе, что тогда? Тогда злоумышленник, имея учетную запись администратора, получает прямой доступ в обход всех средств защиты к тем активам, которые эти средства защиты защищают. Потому что администратор для себя, как правило, прорубает дырки. Он не работает через стандартные процедуры работы с DLP. У него может не стоять какой-то антивирус на рабочей станции, потому что он конфликтует с какими-нибудь средствами разработки. Он ходит через специальную сеть управления напрямую, без фильтрации URL. Через проверки IPS и тому подобное. То есть способов внедриться в сеть и начать атаку, их бывает множество, они бывают сложные, бывают простые, если получается получать доступ к продвижерным учетным записям. Но так или иначе они развиваются циклично. Злоумышленник проникает в сеть, узнает какие-то учетные записи, наделяет себя какими-то правами. Если этих прав ему недостаточно, он идет на второй круг, повышая свои привилегии так или иначе, до тех пор, пока ему станет недостаточно прав для непосредственно своей деятельности вывода активов. Традиционно как-то сложилось так, что когда мы говорим о защите привилегированного доступа, о этих всех учетных записях, о кражах паролей, то заказчики, с которыми я общаюсь, чаще всего вспоминают антивирус. И, в общем-то, это подтверждается всевозможными независимыми исследованиями, в том числе Мадианта, когда по результатам каких-то реализаций атак начинается обсуждение, собственно, а что у нас было сделано для того, чтобы ее предотвратить. И оказывается, что стояли антивирусы, более того, они были актуальны, с актуальными базами данных. Но это не помогло. Это не помогло, потому что атака была целевая, потому что информации об этих сегнатурах нет. И складывается впечатление, что эта ситуация, в общем-то, патовая, что мы ничего не можем сделать. Я даже скажу больше, что когда начинаем общаться с заказчиком, это уже исследование наших собственных, наших пресс-элл-инженеров, мы собираем определенную статистику, когда общаешься с различными клиентами, у которых, в общем-то, заведомо больше 5000 сотрудников, например, то на вопрос, а сколько у вас пролагированных учетных записей? Да, мы решили, что пролагированный доступ, это, наверное, важно, и мы хотим его как-то контролировать, что-то с ним делать. Но сколько их у вас? Давайте определимся с проблемой. Ну, опуская популярный ответ, что мы не знаем, сколько, и поэтому, собственно, вы здесь, и мы об этом разговариваем. Второй популярности ответ, это где-то до 250. Повторю, для организаций, в которой больше 5000 сотрудников. То есть администраторы, там, почесав себя в макушке, говорят, ну да, у нас где-то есть там десяток доменных админов, так, еще у нас есть отдел сетевиков, у них там тоже вроде 3 человека есть, и они ходят на свои циски, что-то администрят, и база данных, да, база данных, это важно, у нас есть DBA админ, он один, незаменимый, мы ему хотели повысить зарплату в этом году. И вот, в общем-то, так вот, с миру по нитке набираются эти вот пару десятков учетных записей, и все. А на самом деле далеко не все, с этого только начинается. И у людей, люди смотрят очень узко, ровно так, как привыкли это делать. И редкий администратор вспоминает, что приведированные учетные записи, на самом деле, встречаются намного шире, распространены в его среде, намного, в общем, их можно встретить в разных местах, подчас самых неожиданных. И, как правило, их чуть ли не больше, чем число сотрудников, потому что учетные записи, они, ну, во-первых, будут встроены в каждое железо, в каждое ПО по умолчанию. А если в разработке ПО не были учтены требования по какой-то безопасности информационной, а именно так обычно происходит с IT-системным, как правило, то эти учетные записи имеют пароль по умолчанию, который устанавливается автоматически при инсталляции, и который, разумеется, никто не меняет, как правило. Или другая концепция. Внедрение производит какой-то подрядчик, который после инсталляции оставляет за собой целую вереницу учетных записей, премилегированных, с какими-то паролями, может быть, несложными. Эти учетные записи, опять же, никого не интересуют, они живут в системе, могут жить годами, об них никто ничто не знает, и, в общем-то, они могут быть легким окошком входа в эту систему для того, чтобы сделать практически что угодно. Это одна категория. Вторая категория – это всевозможные сервисы и скрипты. Опять же, как правило, всевозможные автоматические средства работают под привилегированными учетными записями, причем с очень существенными привилегиями. Намного выше, чем обычные пользователи, а, возможно, отдельные администраторы системы. Потому что, ну, по разным причинам. Потому что были ленивые программисты, они не захотели как-то написать ПО так, чтобы ему не требовалось полный доступ, чтобы оно могло работать не просто под администратором, а чтобы можно было его как-то ограничить. Либо потому, что этот доступ к приложению объективно нужен для того, чтобы выполнять какие-то свои вещи, свои действия. Так или иначе, есть масса учетных записей, привилегированных, которые прописаны в скриптах в открытом виде, лежат в конфигурационных файлах, в XML-ах, под которыми запускаются сервисы, службы, и которые, разумеется, выпадают из парольной политики организации. Да, у организации есть парольная политика, в соответствии с ней каждые три месяца должен быть обновлен пароль. Причем он должен быть какой-то там сложности. Но, ну хорошо, в лучшем случае это требование выполняется для обычных пользователей, которые по большому счету, в общем-то, и компрометация которых не так страшна, потому что, ну, которые, у всех которых бесправны, в общем-то, в системе. Однако все администраторы, все сервисы, все это торжественно работает под провелегированными учетными записями годами, и пароль на их не меняется. Просто изумительный аргумент я слышал от администраторов базы данных, причем это не то, что как-то единожды случилось, видимо это какое-то, ну, бытующее мнение. Когда мы обсуждали парольную политику для учетных записей, там, DBA или CISOP, то разговор шел о том, что, ну, мы не меняем на них пароль, потому что у нас происходит бэкапирование, там, раз в полгода, грубо говоря, и вот если нам придется откатиться на бэкап, то мы боимся не вспомнить пароль, который был в тот момент, потому что у нас бэкап завязан на пароле, и вот поэтому мы не меняем в течение 7 лет пароли на DBA, и он у нас, в общем-то, ну, если посмотреть, и вот он не является каким-то сложным. При этом этих DBA сменилось за эти 7 лет фирме штук 5, все эти товарищи знали этот пароль, то есть кто его там снаружи организации знает, непонятно абсолютно какое количество человек, и как-то организация вот существует, понимая те риски, что баз данных, на которые крутится биллинг, может быть, в общем-то, легко как-то видоизменена, скомпрометирована человеком, который уже давно в фирме не работает. Это все, на самом деле, что касается учетных записей, которые внутри IT-среды существуют, и под которыми что-то происходит, какие-то действия. Однако, в общем-то, в последнее время появились такой класс учетных записей, которые, с одной стороны, не являются продвигированными в традиционном смысле этого слова, потому что при помощи них нельзя ничего настроить и как-то сделать. Однако, их можно использовать для нанесения репутационного ущерба, для дезинформации, например, клиентов компании. Это учетные записи, под которыми компании работают в социальных медиа. Facebook, Twitter, еще что-то. Наверняка вы слышали неоднократно, что там Twitter такого-то был сломан, и вот что-то там опубликовали от имени, потом было опровержение, но вот осадочек остался. И вот эти учетные записи можно, в общем, тоже отнести к пролегированным, поскольку на них завязан бизнес компании. И от их сохранности, в общем-то, зависит, в том числе, и финансовое благополучие. Пару примеров, чтобы несколько сбавить обороты и расслабиться. Два инцидента, который случился с полегированными учетными записями в ракетных войсках Англии и на французском телеканале. Ну, не уверен, что вам видно хорошо. Более того, и фотки из интернета, которые плохо видно, что это различимое. Но на этих фотках есть одно общее место. А то, что на заднем плане были сфотографированы пароли. Причем в первом случае это были пароли для доступа к управлению ракетными шахтами. А во втором случае это был доступ к IT-систему телеканала. То есть это говорит о том, что даже в таких местах, где функциональной безопасности должно уделяться существенное внимание. Подчас это внимание не оказывается и последствия могут быть печальны. В данном случае это стало для англичан это просто было скандалом. А вот в случае с французским телеканалом его поломали в итоге. Просто основываясь на тех паролях, которые во время интервью с IT-шником можно было рассмотреть на заднем плане на стене. То есть культура использования продвигательных учетных записей при всей той важности, при всех тех рисках, которые могут за собой повлечь их, нелегитимное использование, она в общем-то остается желать лучшего. Что с этим предлагает компания CyberArk? Как старейший вендор, работающий на этом рынке, как компания, которая занимается только этим, компания, которая независима, которая не покупала какие-то сторонние разработки и все решения, которые существуют у компании, это выстраданы и рождены внутри компании. Поэтому разговоры из серии, как у ЦИСКИ, давайте мы сейчас купим этот замечательный стартап, а потом 6 лет будем его пытаться прикрутить к нашему менеджменту. Через 3 года поймем, что это не получится и через 5 похороним все. Но это не про нас, к счастью. Поэтому мне в этом плане очень приятно и удобно рассказывать и рассуждать. Компания CyberArk выработала определенную концепцию работы по защите и обеспечению операционных действий с пролегированными учетными записями. Эта концепция состоит из 4 шагов. Каждый из этих шагов подкреплен определенным инструментарием, который предлагает компания CyberArk и который позволит существенно повысить уровень безопасности при работе с пролегированными учетными записями. Итак, первое это обнаружение. Собственно, вспоминая проблему о том, что пролегированные учетные записи могут встретиться практически везде, начиная от встроенных ПО и оборудования, включая всевозможные домены, лдапы, приложения и заканчивая социальными сетями, необходимо их обнаружить для того, чтобы четко понимать, что мы защищаем и, собственно, впоследствии назначить права на эти учетные записи. Второй пункт это непосредственно защита и управление доступом к этим пролегированным учетным записям. Тут важно что? Важно понимать, что под пролегированными учетными записями нужно понимать не только логин, пароль, как традиционно понимается, в том числе надо вспомнить о таком замечательном веще, как SSH-ключи. Часто выпадают из поля зрения, потому что логин, пароль это вроде как на слуху, а вот SSH-ключи, которые могут быть широко распространены в системе, особенно если компания оперирует множеством Unix серверов, у компании есть большой список сетевого оборудования, опять же, так или иначе, базирующийся на Unix-like системах доступ, которым осуществляется по SSH, то все это, как правило, управляется через SSH-ключи, и администраторы, имея всего лишь один ключ, который защищен, может быть, всего лишь одним каким-то пасфрейзом, каким-то паролем, могут получать прямой доступ к огромному количеству оборудования. Опять же, все это вылезает за рамки парольной политики, никто об этих файлах SSH не знает, и все это остается на откуп администратору о том, чтобы он управлял как-то этими ключами, помнил об их актуальности, где они находятся. Как правило, это просто мрак и садами, никто об этом ничего не знает. В ситуациях, когда происходит какая-то смена кадров, текущая так или иначе, пусть не раз в год, но раз в три года, так или иначе остается море, просто масса дыр, и администратор, как правило, уходит, в том числе, унося ключи, что может повлечь за собой, в том числе, недобросовестные действия извне, до шантажа. Итак, после обнаружения нам бы хотелось как-то защитить нашу премьерную учетную запись, то есть собрать их воедино и разграничить права на них, чтобы конкретный человек имел доступ к конкретным учетным записям, которые ему нужны в рамках его работы. Причем, по окончанию наших трудовых отношений хотелось бы сделать так, чтобы этот человек сразу прекратил доступ ко всем этим учетным записям, не помнить, где они находятся, а сделать это как-то единообразно. Плюс этот доступ может быть потребоваться какое-то дополнительное согласование, например, на доступ. Особенно это важно, например, если мы говорим о работе с подрядчиками. Как происходит обычно? Ну, подрядчикам выдается какой-то учетная запись, как правило, безымянная, в лучшем случае это будет именная учетная запись инженера, которая активируется на момент проведения работы. Потом, как мне рассказывали люди, которые эксплуатируют, она должна быть задизреблена. Как человек, который до Сайберарка работал в одном из интеграторов крупных российских, который в том числе внедрял систему, я знаю, кто выглядит в реалии, что в реалии мне выдают учетную запись, под ней я произвожу инсталляцию в течение недели, месяца. Потом происходит обкатка, предпродакшн, короче, система находится в состоянии. Опять же, учетная запись существует, она активна. Через месяц система уходит в продуктив и про учетную запись забывают. Масса случаев, когда я заходил через год, потому что было обращение в техническую поддержку, нужно было что-то либо допилить, либо развивать систему, я логинил со своей стандартной учетной записью и меня пускало, причем без какого-либо согласования с заказчиком, потому что кто знает, что там было. Таким образом, подрядчики могут получать доступ, когда им заблагорассудится, в какое угодно время, днем и ночью. Как правило, за этим контроль минимальный. Честно, его нет. Третье изоляция и фиксирование действий администратора. Тут важны оба момента. Хотел сказать, что изоляция важнее, но нет. Важны оба момента в зависимости от того, какая задача стоит перед нами как безопасниками, либо перед нами как администраторами IT, потому что нашу систему часто эксплуатируют оба подразделения. Хоть мы являемся компанией, которая занимается и позиционирует себя как чисто компанией, занимающей информационной безопасностью. Наши внедрения говорят о том, что 50% наших внедрений это внедрения в IT-департаментах, потому что даже если сделать акцент не на безопасности, а на операционных расходах, на снижениях операционных издержек, так тоже можно подчеркнуть важность тех решений, которые мы предлагаем. Итак, изоляция. Под изоляцией я понимаю отделение рабочей станции администратора от тех ресурсов, которые он администрирует, от тех активов, которые он должен вносить какие-то изменения, подключаться и что-то делать. Почему это важно? Это важно с точки зрения распространения вредоносов, в первую очередь, вредоносного ПО и собственно реализации политики защиты организации, потому что возвращаясь к моему повествованию, когда администратор в общем-то ходит в обход всех средств защиты, как правило, и не подлежит контролю, компрометация его рабочей станции может иметь самые печальные последствия для компании. Можно в этом плане вспомнить 2013 год публикация Касперский опубликовал отчет по Mitsubishi Heavy Industries. Это компания, которая делает не внедорожники и не лансеры для наутеху стритрейсера. Нет, это серьезная компания, которая занимается оборонкой Японии и в общем-то оборонными заказами. И там была реализована атака по похожему принципу, как я рассказывал про Анунак, только атака была нацелена на том, чтобы слить определенные технологические наработки. И атака была произведена через администратора системы, администратора легитимного, администратор был ответственный, администратор не имел никакого зла на компанию, не хотел ей навредить, однако на него вышли через социальные сети, подружились в этих социальных сетях, подкинули ему зараженный PDF-ник, скомпрометировали его рабочую станцию, и с его рабочей станцией распространяли атаку, собирали информацию, строили туннель наружу, потому что от этой рабочей станции не было обгорожено продакшн, эта рабочая станция имела прямой доступ в интернет, бесконтрольный, потому что он был администратором. Итак, изоляция подразумевает изоляцию актива, которого мы управляем, от администратора, который осуществляет управление. Для того, чтобы злоумышленник, скомпрометировав так или иначе рабочую станцию администратора, не получил прямой доступ к активу управления. Это традиционный принцип терминальных серверов. Это не что-то, что изобрело CyberArk, это вещи, которые известны на рынке, и которые многие компании используют как best practice, однако на которых мы также акцентируем внимание, потому что это очень важный компонент защиты прелегированного доступа. То есть обеспечить работу администратора через терминальный сервер, а не напрямую с целевой станции, с целевой системой. Второе, это полное фиксирование действий. Это может быть важно из разных соображений. традиционный, по крайней мере, который я слышу у заказчиков, это разбор инцидентов. Все хотят знать, кто накосячил, чтобы потом знать, с кем предметно разговаривать, и кого трясти. Но это имеет не только такое значение, сугубо прикладное, это также и мера определенного психологического контроля. когда администратор, подключаясь к целевой системе, знает, что его записывают, знает, что все его действия залогированы, и он не сможет как-то отказаться от того, что он что-то совершал. Он два раза подумает перед тем, как сделать определенные вещи. Это повышает дисциплину администраторов, что является очень важным и ведет в том числе к уменьшению операционных ошибок. Потому что я уверен, что у вас был такой же опыт, как у меня, когда администраторы, работая с продуктивом и с тестовой средой в разных окнах, параллельно на тех трех мониторах или двух, которые вокруг них стоят, отрабатывая какие-то изменения, нечаянно кидали изменения не в продуктив, не в тестовую среду, а в продуктив. Крушать все на свете и останавливая систему. Просто потому, что ему казалось удобно открыть параллельно несколько окошек и сверять конфигурацию. И это сплошь и рядом. Возвращаясь к моему опыту работы в интеграторе, у меня был один коллега, который осуществлял техническую поддержку миграционной службы Российской Федерации. В общем-то, не последнее министерство, серьезное вложение в IT-инфраструктуру, и там был такой удостеряющий центр, причем корневой удостеряющий центр, под которым работало все 84 региона. и все работало хорошо, но в один прекрасный день, почему следующий центр был защищен, там у него был, он стоял выделенный серверный, там была защита от помина, контроль доступа в серверную, и этот товарищ из каких-то своих соображений, я уверен, что они были исключительно позитивные и благостные, ему зачем-то потребовалось посмотреть конфигурацию одного из шаблонов сертификата, который выдает. Для этого товарищ обошел всех ответственных лиц, доступ к удостоверяющему центру защищен на HSM, то есть он не мог внести изменения в конфигурацию, а в том числе даже на самом деле и запустить службу, чтобы посмотреть на фигурацию, не собрав секрет, там три из пяти карточек, которые по принципу разделения секрета защищают этот удостоверяющий центр. Он собрал эти карточки, пришел в серверную и заблочил три из пяти неправильно введя пин-код. Что его двигало? Почему он не остановился? Нужно было ошибиться на каждой карточке пять раз вводя пин-код для того, чтобы его заблокировать. Сложно сказать. Может быть, он не выспался, может быть, он о чем-то подумал, можно строить додатки сколько угодно, результатом была невозможность администрирования удостоверяющего центра, потому что карточки были заблокированы, обращение к вендору нам сказали, что новое же, понимаете, это криптография, сертифицированное решение, то есть это ваш косяк, если ничего мы делать не сможем, обратных сил это не имеет. Пришлось переустанавливать удостоверяющий центр, были огромные накладники с тем, чтобы перевыпустить сертификаты. В общем, было печально. поэтому дисциплина администраторов это очень важная вещь, и тот факт, что за тобой наблюдают, за то, что когда звоните на какую-то линию поддержки, предупреждают, что в этой линии этот звонок возможно будет записан. И это определенный образом дисциплинирует. Не будешь ругаться, не будешь повышать голос, конфликтовать, потому что всегда есть доказательная база, чтобы расследовать этот инцидент. Здесь та же самая концепция. Ну и плюс здесь на самом деле есть еще важный элемент, который обеспечивает работу, удобную работу с подрядчиками. Часто в требованиях по эксплуатации IT-системы, даже не только в политике информационной безопасности организации прописано, что внесение изменения в какую-то систему может быть осуществляться только локально, если мы говорим об внешних пользователях. То есть внешнего подключения быть не должно удаленного, потому что мы не можем его контролировать. Потому что удаленное подключение говорит о том, что происходило в рамках этого подключения мы не знаем, потому что то ли товарищ обновляя нашу базу данных взял с нее дамп и слил его себе зачем-то, потом пойдет торговать то ли он делает какой-то явный косяк, и если бы мы стояли у него за спиной, мы могли бы это предотвратить. Так или иначе, часто это запрещается и говорится о том, что подрядчик должен приехать на сайт заказчику и сделать то, что оговорено в договоре. Хорошо, если и подрядчик, и заказчик работают в одном городе. Чуть хуже, если в соседних районах, и совсем плохо, если заказчик в Киеве, а подрядчик в Берлине. Поддержка складываться будет тяжело, потому что хорошо, один раз пригласили, приехали, второй раз пригласили, приехали, третий раз выставить счет, потому что техническая поддержка дело не бескорыстное, а имеет какую-то финансовую сторону, в том числе на операционные расходы. Поэтому мы либо вынуждены будем отказаться от технической поддержки в том объеме, в который нам хотелось бы, либо потратиться, по большому счету. Так вот, наше решение, которое везут этот элемент концепции, обеспечивает в том числе и прозрачный мониторинг онлайн с возможностью прерывания сессии администрирования для того, чтобы можно было реализовать удаленный, с одной стороны удаленный доступ подрядчика, с другой стороны контролируемый доступ, контролируемый именно ровно так же, как если бы администратор стоял рядом с этим человеком. И последнее, разумеется, расследование. Да, мы обнаружили учетные записи, да, мы где-то храним, защищаем, обеспечиваем эксплуатационную модель доступа к ним, да, мы изолируем рабочую станцию администратора и контролируем всю привилегированную активность, но нам бы хотелось иметь какой-то механизм расследования инцидентов, вернее, то, что механизм расследования, у нас есть замечательная возможность СИЭМ-системы, какой-нибудь Арксайд стоит, все это здорово, но нам бы хотелось какую-то еще дополнительную информацию, потому что, как правило, расследование инцидентов, если, например, вспоминать ту же самую Миссубиши, о которой я упомянул, у них расследование инцидента заняло 72 дня, это, ну, почти 3 месяца, то есть, все это время злоумышленник мог безнаказанно находиться в системе, что-то сливать, какие-то данные, какие-то действия совершать, и только потом стало понятно, что это произошло, и, собственно, были приняты какие-то действия. Было вычислено, на самом деле, источник, откуда шло это распространение и откуда сливались данные. Случаи вот с атакой Анунака, с которой мы начали, это, сколько я сказал, 42, по-моему, дня, ну, грубо говоря, чуть больше месяца. Так или иначе, все эти временные промежутки, они достаточно существенны, и если бы иметь возможность обнаружить вредоносную активность до этого момента, это могло бы спасти, на самом деле, те компании, которые пострадали. У нас есть определенные наработки в этой области. Итак, это что касается концепции общей. Давайте теперь посмотрим, собственно, как выглядит само решение CyberArk, и какие модули в нем существуют, как это можно все комбинировать, и что можно, с чего, и как можно развивать нашу систему. Итак, в основе системы, любой системы, у нас система модульная, в зависимости от тех задач, которые стоят перед заказчиком, в зависимости от того, что мы хотим решить, потому что, несмотря на всю эту встроенную концепцию, чаще всего задачи стоят не вот, мы хотим всего, даже если заказчик хочет всего, как правило, есть какие-то еще элементирующие факторы, операционные расходы, финансовые затраты, так или иначе, как правило, разговор, сфера вот этого общения, она сужается, да, в какой-то определенной тематике, уже от которой, возможно, будет дальнейшее расширение. Так вот, продукт модульный, в зависимости от стоящей задачи, можно скомбинировать тот функционал, который нам необходим в данный момент. Однако, в любом сценарии, в основе этого решения, будет находиться такой компонент, как Secure Digital Vault. Это патентованная технология, с которой, в общем-то, началась компания CyberArk в 99-м году. Идея заключалась в том, чтобы создать какой-то островок безопасности в IT-инфраструктуре, где можно было бы хранить информацию, и доступ к этой информации был бы авторизован, и этот доступ был бы полностью протоколирован, для того, чтобы обеспечить неотказуемость в тех действиях, которые совершаются над различной информацией. Изначально, это, на самом деле, была военная разработка, то есть, с компанией это началась с нескольких инженеров, которые работали на Министерство обороны Израиля, и, демобилизовавшись, они, в общем-то, открыли свою фирму и развили те технологии, с которых они начали. Впоследствии это выросло в ту систему, которую мы сейчас имеем, и одной из первых задач, вернее, не то, что задач, а одним из первых опытов работы с этой системой у заказчиков было хранение парольной информации. С тех пор появился вот этот сьют и все данные, которые существуют у нас в системе, это могут быть и пароли, и логи, и вот те самые видеозаписи, которые мы собираем в рамках работы, они ложатся вот в этот Digital Security World, где обеспечивается надежное хранение и обеспечивается неизменность той информации, которая хранится. Первый модуль, который можно собственно установить вместе с инфраструктурой Digital Security World, это Enterprise Password World, это функционал, отвечающий за автоматизацию и реализацию парольной политики. То есть система автоматически будет обновлять пароли на аккаунтах, которые отведены ей под контроль, она будет автоматически проверять, что аккаунты мы контролируем, что пароли от них нам известны и менять пароли в соответствии с политикой безопасности, то есть с определенной частотой, с определенной сложностью, возможно с какими-то дополнительными критериями по смене пароля сложной на кластерной системе, когда нужно поменять пароль на одной ноде кластера или бы синхронно поменять на нескольких ноды кластера. Так или иначе автоматизация работы с парольной политикой это то, чем занимается модуль Enterprise Password Vault. В данном случае мы говорим о паролях, которые используют пользователи для работы с системой. Например, Олег для работы с доменной инфраструктурой у меня есть доменная учетная запись, которая хранится в домене. Автоматизировать работу с этой учетной записью можно при помощи нашего модуля. Причем здесь с доменом не очень хорошим, потому что у Microsoft есть похожий функционал, который реализуется в доменной политике. И тут было бы странно говорить о том, что мы придумали доменную политику. Нет. Здесь мы говорим о всем многообразии учетных записей, которые могут быть в организации. Это могут быть те самые учетные записи на оборудовании, на сетевом, на оборудовании безопасности. Это могут быть учетные записи в приложениях. Нехороший пример, это будет дальше. Так или иначе, это будут полигированные учетные записи, которые распространены по всей инфраструктуре, по всей вашей инфраструктуре. Второй модуль SSH KeyManager это модуль, который в принципе реализует аналогичный функционал, реализует принцип авторитизации политики работы с SSH ключами, но как следует название специализируется именно только на SSH ключах. То есть найти SSH ключи, заменить их синхронно на каком-то оборудовании, обеспечить контроль доступа к этим SSH ключам, это то, на чем специализируется данный модуль. Следующий модуль Prelude Session Manager. Это модуль, который отвечает непосредственно за запись сессий. Это выглядит в виде терминального сервера, через который подключается администратор на целевую систему и доступ через терминальный сервер полностью протоколируется. Тут важно ответить одну деталь, я с этого не начал, хотя следовало бы. Ключевым отличием нас от каких-то решений конкурентов, а у нас на каждом из этих модулей есть в принципе отдельные конкуренты. У нас возможно нету конкурентов по всему набору функционала, который присутствует, но по каждому отдельному функциональному модуле у нас есть определенный конкурент, с которыми мы так или иначе сталкиваемся. В отличие от многих конкурентов у нас этот функционал реализован безагентно, без дополнительных заведений в специализированных учетных записях на целевой системе и без агента на системе на рабочей станции администратора. Таким образом, функционал реализуется прозрачно и без изменений целевой системы, а это очень важно, потому что, когда мы придем к администратору базы данных и скажем, что окей, мы сейчас хотим контролировать привилегированный доступ к вашей базе данных и давайте для этого поставим агентика, то, скорее всего, нас развернут либо грубо, либо вежливо. В вежливом случае нас попросят, а вот дайте, пожалуйста, нам оценку по нагрузке вашего агента для наших серверов, то есть, насколько он ресурсоемкий и насколько просядет производительность, либо потребует письмо о совместимости от вендора базы данных, о том, что ваш агент не повлечет за собой никаких несовместимостей, крахов или других непредвиденных ситуаций с базами данных. Обе ситуации, как правило, патовые, поэтому принципиальный момент в архитектуре нашего решения она безагентная. Будь то смена пароля, будь то запись сессии, все происходит безагентно. Второй ключевой момент, который стоит сразу отметить, это то, что в рамках модуля Privileged Session Manager, который отвечает за запись сессии, мы не пытаемся анализировать протокол. То, чем занимаются, я не сильно собрось, если скажу, что 99% наших конкурентов, которые работают в этой области, они пытаются разобрать протоколы и, собственно, анализировать, что происходит в рамках протокола. Я понимаю плюшки, которые несут с собой этот подход, потому что мы можем действительно глубоко заглянуть в протокол. Но с практической точки зрения намного важнее в рамках Enterprise разнообразие систем, которые мы можем поддерживать. А мы не специализируемся на анализе протоколов, мы устанавливаем на терминальный сервер клиент целевой системы и работаем на уровне приложения целевой системы. Поэтому с точки зрения прикладной нам абсолютно безразлично, что на целевой системе находится. Будь то оборудование CISCO, будь то какая-то облачная система с веб-интерфейсом, будь то самописанное приложение, будь то сервер, к которому можно подключиться по RDP. Абсолютно неважно. Мы устанавливаем агента целевой системы на наш терминальный сервер и используем вызов этого агента для того, чтобы обеспечить доступ и запись этой процедуры доступа. Олег, есть вопрос, каким образом без ничего снимается эта информация без агентов, без учета и т.д.? Да, наверное, вопрос поступил чуть-чуть раньше, поэтому я просто начал уже об этом рассказывать. Я прошу прощения, а вот насколько технически у нас аудитория, потому что я сейчас не владею информацией, насколько глубоко можно погружаться в технику. Я боюсь напугать, потому что у меня буквально прошлой неделе я сейлам читал презентацию, и оказалось, что это люди сейлы, и я их загрузил технологии, и мы не поняли друг друга. У нас аудиторы разные, в принципе, я думаю, что технические вопросы более глубокие тоже у нас хорошо пойдут, отлично. тогда действительно погрузимся в технологии, потому что, когда говоришь, что эта система может сделать так, и может, например, сделать это безагентно, вот сейлы воспринимают это очень спокойно. Ну, человек сказал, может, значит, может, это же вендор. А вот технари, они, как правило, начинают сомневаться, люди практичные, они привыкшие что-то пощупать руками, когда им говорят, что, вот знаете, а можно сделать так, вот ничего не делаешь, можно получить результат. Возникают разумные сомнения, что не врешь ли ты. Итак, как происходит смена паролей? Давайте тогда начнем, откатимся немножко назад на управление паролями. Как это происходит с технической точки зрения, чтобы не было ощущения обмана? Безсложно, нет никакой там уличной магии, мы меняем пароли каким-то техническим способом, который нам доступен без использования агента. А именно, у нас есть специализированный в рамках этого компонента, в рамках этого модуля компонент, который называется Central Policy Manager, который умеет эмулировать работу пользователя с целевым устройством. То есть, если это, мы говорим, например, о какой-нибудь циске, то Central Policy Manager знает, что вот это оборудование, оно вот такого типа, и на нем можно сменить пароль при помощи таких-то команд. И он заходит на целевое оборудование, имитируя поведение пользователя, то есть, давая ровно те же команды из-под той учетной записи, которую мы контролируем, то есть, грубо говоря, на циске есть аккаунт циска, классический пример. Он безличный, мы хотим к нему во-первых, ограничить доступ, во-вторых, понять, кто этот доступ получал, и в-третьих, менять пароль. Как это происходит с точки зрения CyberArk? Пользователь аунтифицируется перед CyberArk, по принципу, ближайшей, наверное, аналогии, чтобы долго не объяснять, это по принципу SSO, то есть, пользователь каким-то, возможно, сильным средством аунтификации, токен с сертификатом, аунтифицируется перед нашей системой, в системе, по принципу SSO, ему предоставляется список аккаунтов, в котором он имеет право доступа, пользователь выбирает аккаунт, выбирает клиент, при помощи которого он хочет использовать этот аккаунт, и система подключает его к целевой системе, при этом пользователь не знает пароля целевой системы, ему не надо никого вводить, пароль хранится в нашей системе, в SecureDigital полке, он автоматически управляется, и пользователю нужно просто выбрать нужный ему аккаунт. Когда происходит время смены пароля на целевой системе, допустим, мы настроили, что на нашем, не знаю, оборудовании в DMZ, нам нужно менять пароль не каждые 3 месяца, а каждые 7 дней по каким-то своим соображениям паранойи. Мы, соответственно, настраиваем поведенную политику, и вот наш компонент в центре полиси-менеджер возьмет аккаунт CISCO, который хранится в нашем SecureDigital Vault, залогинится под ним на то оборудование, запустит процедуру смены пароля, сменит его, и новый пароль положит в SecureDigital Vault. В следующий раз когда Олег захочет получить доступ к этому оборудованию, Олег ланфицируется перед нашей системой, выбирает тот самый CISCO-аккаунт в списке доступных ему, и система уже подставит ему новый пароль при доступе к целевому оборудованию. Таким образом, пользователь, во-первых, не знает пароли, он не может их никому передать, скомпрометировать каким-то образом, во-вторых, мы однозначно в рамках нашей системы знаем, кто получал доступ, когда, к какому паролю, поэтому даже если учетная запись обезличена по каким-то причинам, мы всегда можем выстроить однозначную точку соответствия, кто получал доступ и когда. И, во-вторых, это все работает безагентно, потому что на целевой системе нам не требуется агент, мы меняем пароль, собственно, имитируя поведение пользователя. Это что касается смены паролей. Аналогично для SSH ключей. Система автоматически подключается под учетной записью, например, рута и меняет, просто выкладывает файлик в определенную папочку, где SSH ключи хранятся. С этим, как бы, все ясно. При регистрии менеджер, когда мы говорим о записи сессии, у нас есть терминальный сервер, через который происходит подключение пользователя. То есть, по такому же аналогичному принципу пользователь аутифицируется перед системой, выбирает список учетных записей и говорит, что под таким пользователем хочу подключиться. Окей. Система перенаправляет его не напрямую на систему, на целевую, а через наш терминальный сервер. И уже терминальный сервер запрашивает пароль у Secure Digital Vault. Это принципиальный момент, потому что в этом случае пароль не может быть скомпрометирован при передаче. Он никуда не гуляет по сети, его нельзя выцепить из кэша браузера, сделать буфер оффлоу на рабочей санкции пользователя, его нельзя попытаться Man in the Middle перехватить, потому что Review Session Manager и Secure Digital Vault общаются между собой по VPN. Они анфицируют друг друга как компоненты CyberArk и весь трафик между ними шифруется. При этом на Privilege Session Manager будет запущен клиент, который пользователь указал. Сам этот PSM возьмет пароль нужный пользователю, подставит его в этот клиент туда, куда собственно его нужно подставлять, подтвердит доступ и уже предоставит пользователю терминальную сессию к этому запущенному клиенту. Таким образом, опять же, на целевой системе у нас ничего нет. Нам ничего не требуется, потому что на целевой системе мы общаемся с целевой системой нативным способом, ровно тем самым клиентом, который, возможно, до этого стоял у администратора на его рабочей станции. Я ответил на вопрос? Или куда-нибудь еще угловиться, расширить? Окей, я буду считать, что это молчание и подтверждение. Если что, опять же, пишите в чат. Коллеги, пожалуйста, если возникает вопрос, вы пишите, я в любом случае буду обязательно их прочитывать, если Олег вдруг не увидел, и обязательно данные вопросы рассмотрим в рамках онлайн-сессии. Да, Олег, я вот предыдущий вопрос действительно не видел в чат, видимо, он был написан как-то напрямую организатором, поэтому, если что, не трудно. Будьте добры, пишите в общий, не личный. Окей, следующий модуль Application to Manager. Мы опять возвращаемся к реализации парольных политик, но в данном случае мы говорим о парольной политике для всевозможных приложений, потому что в первой ситуации, когда мы говорили о парольной политике для пользователей, об управлении с нашими ключами для пользователей, там более-менее все понятно, и мы знаем, с чем мы работаем, если мы нашли эти учетные записи, мы знаем, где они находятся и как с ними работать, то в плане приложений, как правило, ситуация выглядит намного хуже, потому что приложения могут хранить учетные записи самым, в общем-то, неочевидным образом. Это могут быть как пароли, вшитые в какие-то скрипты, как я уже говорил, возможно, лежащие в открытом виде, либо в виде хэша этих паролей, они могут находиться в XML-файлах каких-то веб-служб, они могут быть в том числе и вообще в компилированных приложениях в рамках бинарных, в рамках компиляции, они могут храниться в credential-провайдерах application-серверов каких-нибудь JBoss или Tomcat. Масса этих возможностей порождает необходимость частного решения для каждого из них, потому что здесь невозможно придумать что-то универсального. И вот на каждой из этих сценариев у нас есть определенные механизмы работы. Вот, начиная от того, чтобы куда-то подключиться и просто заменить пароль, отредактировав файл, ну, при помощи регулярных выражений, описав, где искать именно этот пароль, по каким признакам опознать этот файл, и заканчивая, в общем-то, интеграцией с application-серверами, когда часть приложений application-сервера могут работать не с credential-провайдером application-сервера, а перенаправляться на уже наш application-провайдер, который, ой, credential-провайдер, который будет интегрирован с нашей платформой. Ну и, разумеется, SDK, возможность разработки приложений в рамках, ну, начиная с нуля, что называется, и интеграция их в нашу инфраструктуру изначально. Так или иначе, общая концепция вот этого компонента, ну, на самом деле, вот группа решений, так скажем, для работы с application-серверами, сводится к тому, что мы хотим заменить прошитый в явном виде пароль на вызов функции, на вызов этого пароля из нашего хранилища, на обращение к хранилищу, для того, чтобы этот пароль запросить и, собственно, предоставить для унификации приложения. Последний модуль On-Demand Privilege Manager, он стоит вместо особняком, потому что он является агентом. В отличие от всех предыдущих, которые являются либо чисто безагентами, как первые три, либо, в зависимости от конкретной реализации, как с application-менеджером, там возможна в том числе и агентная реализация. On-Demand Privilege Manager это агентное решение, которое призвано ограничить непосредственно функционал на рабочей станции либо на сервере администратора. Ближайшая аналогия для технической части наших слушателей это судо, то есть, когда у нас есть черные и белые списки команд, которые можно выполнять, которые нельзя выполнять, и система автоматически контролирует собственно использование этих команд либо блокировку соответственно неугодных команд. Причем это возможно реализовать как на Unix-системах, так и на Windows-системах. Ну, в Windows-системах там своя специфика, там не просто команды, там в том числе контроль оснасток, приложений, сервисов и тому подобное. Но общий посыл одинаковый. У нас есть что-то, что можно делать на системе и что-то, что нельзя делать на системе. Создается черный или белый список в зависимости от подхода к организации безопасности и система автоматически контролирует. В том числе эти ограничения будут распространены и на административные аккаунты, в чем важный момент. в отличие от того же суду, система имеет централизованное управление, она интегрируется в нашу систему. Все настройки делаются централизованно. Если кто-то общался с суду, то люди понимают нетривиальность конфигурационных файлов, особенно для людей, которые не прожили с Unix лет 5-10 и что очень легко ошибиться, буквально вопрос в запятой может изменить суть команды с точностью до наоборот. Причем все эти конфигурационные файлы, как правило, ну не то, что как правило, они де-факто имеют локальное расположение, то есть их нужно поддерживать на всей инфраструктуре отдельно. Это становится проблемой, если Unix платформы много. И администратор уже после повышения привилегий может, разумеется, сделать что угодно, в том числе и зачистить логи, тем самым лишив возможности к расследованию инцидентов. В нашей системе вся архитектура построена таким образом, что даже администратор CyberArk не может почистить логи ни целевых пользователей, ни работая, собственно, себя, как администратора. Вся информация внутри системы CyberArk имеет время жизни. Мы можем оперировать хранением информации, только выставляя время жизни этой информации. Соответственно, по истечению определенного времени жизни информация будет обнулена. Поэтому, даже имея административный доступ к системе CyberArk, мы не сможем каким-то образом повлиять на те логи, которые мы храним, что-то удалить, подтереть, видоизменить. Это будет надежная доказательная база для расследования инцидентов. Над всем этим решением находится наш модуль поведенческого анализа. Это сравнительно молодое решение в нашем пакете. Продаваться это начало с начала 2013 года, разработки длились до этого несколько лет. Это то, чем мы гордимся, то, что нет ни одного из наших конкурентов. Это модуль именно поведенческого анализа за работой администраторов. Чем это отличается от CEM? Потому что это первый вопрос, который я, как правило, получаю, потому что здорово, что-то контролируете, а у меня есть CEM, у меня есть ArcSight, я уже заплатил полмиллиона, потом еще вложил полмиллиона в то, чтобы его каким-то образом настроить. У нас и на этот год планируется существенное внедрение, что, собственно, предлагаете вы, зачем вы нужны. Отличие заключается, лежит, в общем-то, на поверхности. Мы являемся поведенческим анализатором. CEM-система это система корреляции событий. Когда у нас произошло событие А и событие Б, значит, у нас есть Тайор С. и это детерминированный алгоритм оповещения и корреляции. Мы работаем на уровне статистики. Система собирает информацию о том, каково поведение различных администраторов, откуда осуществляется доступ, куда осуществляется доступ, как часто, в какое время. Все эти вещи, которые связаны с предвыгированным доступом, система собирает как с нашей инфраструктуры, так и, в общем-то, может быть, импорт из CEM-системы, строит определенные пороговые значения и в случае отклонения от нормального поведения производит оповещение, алертинг администратора о том, что что-то случилось, на что-то стоит обратить внимание. То есть система, она работает не по детерминированным правилам, и это, с одной стороны, это не гарантирует на то, что этот алерт является именно инцидентом информационной безопасности, но это гарантирует нам то, что это ненормально, это нестандартное поведение, потому что, с одной стороны, у нас может быть доступ у администратора к 50 серверам, на которых обычно он ходит на 5 из них в день, и если администратор захочет сменить пароли на этих серверах, на всех 50, в пятницу вечером, но велика доля вероятности, что в понедельник утром он не выйдет на работу, будет шантажировать по телефону доступом, потому что его несправедливо уволили, не поединяли зарплату, или что-нибудь еще. Похожий сценарий можно реализовать, безусловно, на СИЭМ-системе, если мы знаем, какого рода поведение ожидать, когда нужно запрограммировать поведение. Но при помощи нашего анализатора эти сценарии можно не предугадывая, не предвидя, получить на них оповещение. Другой сценарий, не то, что сценарий, случай уже из банковской сферы Израиля, с которым мне поделились мои коллеги, это о том, что в одном банке шло внедрение нашей системы, именно проявивший совет аналитик. И как-то неожиданно выяснилось, что доступ к определенным активам чаще происходит ночью почему-то. Причем, когда начали коррелировать временные интервалы, оказалось, что это четко совпадает с рабочим временем в Сингапуре. То есть, одно время, когда 10 клерков Израиля что-то делали, а другое дело, когда ночью набегали, толпа китайцев пытались что-то там, что-то творить в этой системе. Причем, ну, с компрометированными, разумеется, учетными записями, то есть, доступ весь был легитимный, он проходил через все контроли, но сама ненормальность поведения, она была, она была очевидна, стала очевидна только при помощи системы. Ранее это почему-то не было выявлено. Еще из примеров, например, опять же, обратиться к тому, вот с чего мы начали, к атаке Анунака и его методике распространения, вы могли обратить внимание на то, что на самом деле, да, используются регулированные учетные записи, да, они были скомпрометированы, и вроде как, это был инсайдер по неволе в каждом частном случае, то есть администраторы никому не передавали учетные записи, но они были скомпрометированы и ими воспользовались. Но поведение само под этим предъявленным учетным записям, оно было ненормально. Если бы была установлена такого рода система, оно было бы легко отслежено, потому что техническая поддержка работает с нескольких рабочих станций, с такими-то серверами, с такими-то рабочими станциями. Она не ходит с рабочей станции пользователя под своим аккаунтом на сервер. И тем более там не пытается долбиться во все подряд, потому что есть определенные механизмы работы. Они более или менее стандартные. Они, конечно, понятное дело, что отклоняются от дня в день, но когда происходит что-то разительно непонятное, к этому привлечь внимание очень сложно, имея простые механизмы. Но это ничего, что простые, имея традиционные механизмы защиты в виде СИЭМ-системы. Мы предлагаем нашу поведенческий организатор как дополнение к СИЭМ-системе который может с одной стороны взять с нее логи, сопоставить с теми информацией, которые существуют у нас в системе, возможно сделать вывод о том, что окей, на такой-то сервер был лагон под учетную запись у администратора, при этом эта учетная запись контролируется нашей системой, но никто ее не запрашивал. Логический вывод о том, что кто-то ее скомпрометировал и под ней подключился. Вот такого рода анализ он также недоступен при помощи стандартной СИЭМ-системы, потому что нету никакого другого дополнительного данного. И по результатам этого анализа мы можем вернуть логи в СИЭМ-системы для того, чтобы интегрироваться в Security Operation Center, который развернут у заказчика. Потому что привыкли к ArcSite, много чего дописанного для него, новых красивых схем, графиков и тому подобное. И вот ставить одну систему, которая будет своими интерфейсами еще отжирать какое-то место на мониторе и потребует внимания от оператора, наверное, не очень хорошо, не очень правильно с точки зрения операционных затрат. Без проблем мы можем интегрироваться в систему СИЭМ в обратную сторону, отдавая уже сгенерированный алерт, сгенерированную информацию в ту сторону. Таким образом, весь этот набор средств позволяет реализовать ту концепцию защиты, с которой я начинал, начиная от обнаружения аккаунтов. Да, прошу прощения, я про обнаружение забыл помянуть. Это осуществляется в рамках наших модулей Краснерприз, 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 Краснерпризболт и Сэдж Кэм Менеджер. В зависимости от того, что мы ищем, эти модули отвечают за то, чтобы автоматизировать сканирование по различным каталогам. Да, безусловно, тут мы не будем говорить о том, что мы найдем все аккаунты, то есть, если где-то локальные аккаунты на каком-то сетевом оборудовании, какие-то аккаунты в социальных сетях, мы просто не будем знать об их существовании. Мы не занимаемся сканированием сети, или penetration тестом, нет. Системы могут узнать об существующих данных из LDAP, она может зайти на целевую систему, которая имеет данные по LDAPу и там подобрать SSH-ключи, но в рамках этого обеспечить собственно уменьшение операционных затрат на начальной стадии. Итак, обнаружение, доступ, централизованное хранение и защита информации при помощи Secure Digital Vault, в том числе парольных данных. Изоляция и запись сессии при помощи Privileged Station Manager, который обеспечивает, во-первых, изоляцию при помощи терминальной концепции доступа. Причем, на самом деле, у нас есть несколько решений по Privileged Station Manager, я несколько утрировал, чтобы не загружать. Есть универсальные, которые работают как раз при помощи установки различных, в сути дела, любых клиентов на свою платформу. Есть специализированные для работы чисто по Telenet SSH, когда нам необходим прозрачный доступ к SSH Compatible Инфраструктуре, когда у нас есть куча администраторов, которым мне интересно получать доступ при помощи Single Sign-On, как-то красивый ко всему что хочется. У них есть 5 серверов или куча оборудования, которым они хотят работать стандартными средствами. Это не проблема. После изоляции и записи сессии идет анализ. Для анализа мы можем предложить, безусловно, как CISLOG, мы интегрируемся безусловно с CM-системой, если чем угодно, для того, чтобы передать данные, которые хранятся в нашей системе на внешний анализ. Но в том числе у нас есть собственный модуль поведенческого анализа, который, опять же, может интегрироваться как с CM-системой, так и работать автономно в рамках нашей инфраструктуры для того, чтобы обеспечивать алертинг по нестандартному нетипичному поведению администратора. Таким образом, при помощи всего этого инструмента что можно сделать? Можно либо обрубить атаку на корню, либо если даже атака началась, что-то как-то развивается, мы можем остановить ее на одном из этапов эскалации привилегий для того, чтобы злоумышленник не получил доступ к тем продвигированным учетным записям, которые отвечают за работу с наиболее критичными активами, при помощи которых можно осуществить свою вредоносную активность. Я закончил. Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы. Пожалуйста. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Олег сможет сейчас проконсультировать и ответить на них. Вы также можете например написать дайте мне доступ к микрофону и мы вам можем голосом проговорить это все. Олег, есть вопрос, я не знаю увидите ли вы его или нет. На всякий случай я его прочитаю, если вы не против. Какие решения вы можете назвать вашими основными конкурентами? Хорошо, давайте пройдемся по конкурентам. Это такая вещь, которая приятно рассказывать. Сейчас, секундочку, я верну слайд, потому что когда мы говорим о конкурентах, нельзя говорить о конкурентах как решение. Я могу говорить о конкурентах по конкретному из наших модулей. С чем я чаще всего сталкиваюсь на практике, это с конкуренцией по модулю Enterprise Persoft World. Здесь у нас есть замечательный конкурент, американская компания с израильским именем Либерман. Это компания, специализирующая на автоматизации парольных политик. Изначально она росла как, насколько я понимаю, как дополнение к конформатиструктуре Microsoft. И в общем-то это ее сильная и слабая сторона. Она очень здорово интегрируется с Microsoft инфраструктурой и я не уверен, что она умеет работать в рамках именно Enterprise, как мы этого понимаем, то есть с работой с сетевым оборудованием, с базами данных, с какими-то приложениями, то есть в рамках всего этого инструментария, который у нас есть. по сэшкин-менеджеру я не встречал ни разу у нас конкурентов. У нас это у самих сравнительно новый модуль, он появился у нас в 2014 году. Я слышал, что конкуренты есть где-то далеко за океаном. На практике я ни разу не встречал, что кто-то предлагал управление сэш-ключами. Более того, мне приходится, как правило, объяснять о том, что это очень-то важно и давайте вспомним о том, что у нас есть сэш-ключи, потому что люди циклятся на паролях и это иногда бывает сложно донести. Привыч сэш-менеджер. По компоненту записи сэссии у нас на самом деле наиболее богатый список конкурентов, потому что здесь можно вспомнить про Exidium, здесь можно вспомнить про Balabit, здесь можно вспомнить про Valix, Observe IT, на память наверное наиболее часто встречаемые на практике в полях. Все они так или иначе являются средствами именно IT-мониторинга, то есть они несколько, они да, с нами конкурируют по поводу записи сэссий, но у них несколько другая концепция, они себя по крайней мере до последнего времени не сильно пиарили как продукт по информационной безопасности, потому что механизмы как таковые защиты в них, если даже есть, то они выглядят очень странно, например, некоторые товарищи умеют блокировать в режиме реального времени команды, например, на SSH-протоколе, например, при этом как они это делают? Они запускают свой клиент джавовский, делают скриншот работы клиента и пытаются распознавать команды в рамках этого скриншота. Кто додумался на такой сценарий, мне сложно сказать, но это элементарно обходится, просто сменив там, не знаю, цвет в клиенте с белых букв на черные, и черным по черному уже это распознание нет, и все команды прилетают просто на ура без контроля. Либо изменив там тип шрифта, и опять же все это ОРС, как там, УСЕРК технология, и тоже идет, ну, скажем, терпит неудачу. Вот. Некоторые из наших конкурентов реализуют принцип записи на основе клиентов, устанавливаемых на целевых системах. Ну, я уже акцентировал внимание, почему мы придерживаемся другой концепции, почему у нас нету клиентов в циревой системе. По поводу Application Identity Manager, здесь есть Dell, есть, опять же, отчасти Либерман, сколько он умеет работать с сервисами, но вот здесь редко встречается конкуренция, потому что, как правило, бой идет за вот именно за запись сессии, потому что это наиболее, так сказать, раскрученная проблематика в рамках Privilege Account Security, и может быть, потому что Bellabit достаточно долго присутствует на рынке, на нашем рынке, наверное, с 5-го, может быть, года, то есть, или с 6-го, то есть, ну, лет 5-то он точно существует, и активно пиарил себя именно как защита пророгированного доступа, и многие заказчики понимают пророгированным доступом, под защитой пророгированного доступа записи сессий, при этом закрывая глаза на то, что, ну, запись, запись, записи, но это мониторинг, защита-то в чем, выпадает из поля зрения и парольная политика, и защита собственно самих аккаунтов, и все акцентируется на записи, причем, даже если говорить о записи, то вопрос о том, а где вы храните записи, ну, тоже как-то обычно не встречает понимания, ну, как-то, ну, выкладываем на сторож, куда-то скажете, туда и выложим, а то, что эти записи могут потом быть скомпрометированы, там, подменены, изменены, это уже как-то никого не волнует, и этот вопрос опять же повисает в воздухе, и приходится говорить о том, что, ну, вы собираетесь как бы это использовать как доказательную базу, вы пытаетесь это кому-то предъявить, ну, наверное, вам нужны какие-то механизмы защиты этих записей, о том, что их не должен не то стереть, не то, что администратор этой же системы не должен их удалить, ну, то есть, здесь много всевозможных «но», на которые вот в Соберак есть определенный однозначный ответ, хотя бы потому, что мы являемся наиболее старыми игроками, в хорошем смысле этого слова, на рынке и все эти прошли так или иначе эти болячки. А у Диван «Привидж Менеджер» здесь опять же нет конкурентов, я не встречал ни в коем виде, ни для Юниуса, ни для Windows, если тот встретит, но я буду не безинтересно услышать, так скажем. «Привидж Средвит Аналитикс», как я уже говорил, это в принципе новая разработка, и я не слышал о классе таких решений, потому что в поведенческом анализе я знаю, работают, ну, работали IPS до определенного момента, но это совершенно не то, и есть система анализа трафика типа Арксайд, Арбор, против Адидоса, тоже работающих по принципу поведенческого анализа, но опять же это тоже совсем не то. Вот, поэтому конкурентов у нас нет, нет, вернее, конкурентов у нас есть, но они маленькие, злобные, а мы большие, белые, пушистые. Олег, спасибо большое, есть еще один вопрос, предполагается ли предоставление функционала данного решения в виде облачного сервиса? Хороший вопрос, очень хороший вопрос, кстати, он редко задается, но и на него есть ответ. как сервис у нас как сервис у нас есть параллельное решение, которое занимается не вот управлением предъявленного записи, предъявленного доступа, а защитой непосредственно данных, то есть файлооборотом контролируемым, тоже на Secure Digital Wall, только там другие компоненты, которые обеспечивают безопасную передачу данных, неотказуемость получения, интеграция с различными системами, интерфейсами. Вот, оно доступно в том числе как лицензии с перманентной подпиской для заказчика, либо как облачный сервис. Если мы говорим о Primarch Account Security, о чем мы сегодня вот уже полтора часа ничего себе рассуждаем, то как сервис это у нас не продается, потому что, ну, по различным причинам, потому что, как правило, заказчик хочет иметь это у себя, потому что это очень критичные данные, потому что, как правило, даже есть параноики, которые, ну, что параноики, это вопрос рисков и принятия рисков, которые, в том числе, дублируют нашу систему, распечатывая и там в сейфах складывая те данные, которые хранятся у нас, периодически обновляют таким образом, независимо, даже опуская несколько механизмов кластеризации, которые у нас заложены в систему. Вот, но у нас есть лицензия, которая является подпиской, поэтому, как таковую, мы сами не продаем облачный сервис, но у нас есть тип лицензирования, который, на основе которого можно предлагать наше решение как облачный сервис. Сделал это, собственно, для операторов услуг и нацелен на то, чтобы объемом лицензии можно было варьировать от года к году, чтобы не надо было подписываться под фиксированное число лицензий, ну, пусть расширяемое, но не уменьшаемое, явно уж незаменяемое. Оперировать это как вопросом подписки, потому что, ну, вот, сегодня у нас столько-то клиентов, мы хотим такой-то функционал, а завтра у нас столько-то клиентов, послезавтра у нас феврорив обеденный, вот, еще через день мы вдвое увеличиваем нашу клиентную базу. Поэтому, как сервис мы не продаем, но у нас есть инструмент для того, чтобы предоставить вам возможность продавать нас как сервис. Олег, спасибо огромное за ответы. Еще есть вопрос или, возможно, это благодарность? Спасибо, это благодарность была за ответ, Олег. Спасибо большое. Коллеги, спасибо большое, что были с нами. Я в любом случае обязательно пришлю сегодня презентацию, Олег, вы поделитесь с коллегами? Да, и запись вебинара. Вам благодарят, Олег, возможно, вы не видите чат сейчас и с каким-то образом, да, я прошу прощения, не знаю. Я вижу, что мы честируем звук, если мы закончим. Окей. все благодарят, спасибо огромное и на связи. Хорошо, спасибо, добрые слова, до связи, до встречи, если у нас будет еще. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок